всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу вместе с вами поехать в магазинах я хочу приобрести в общем всякая всякая к я даже не знаю как это назвать для рукоделия одним словом но не совсем для рукоделия для того чтобы сделать своими руками что-нибудь для декора дома не что-нибудь у меня есть конкретное как бы желание но я не знаю мне нужно еще в магазине все это найти все что мне необходимо стою около окошка я извиняюсь камера трясется просто у нас время 11 часов пол двенадцатого на улице идет дождь и очень темно слякотно и в общем снега нет в общем хочу сделать кое-какой декор для дома ну как декор в общем всякое украшение хочу сделать и с детьми и сама отдельно я сегодня хочу зайти в галамарт я не знаю фикс прайс я успею или нет точнее не то что я успею или нет так как идет дождь а машину я ставлю я уже говорила далеко у нас очень удобный подъезд к фикс прайсу мне нужно будет идти пешком вот я не хочу идти в дождь пешком вот поэтому я не знаю дойду я до фикс прайс или нет у нас есть еще такой магазин все для рукоделия называется он не помню как он называется вообще я честно вам признаю то что все идеи это все у меня в общем все я стырила с интернета скажем так идеи по крайней мере я не знаю что в итоге получится все зависит от того что я куплю для декораций скажем так не совсем для декорации в общем вы поняли что я хочу вот но буду делать уже не в сегодняшнем видео наверно в отдельном или в каком-то влоге по чуть-чуть буду делать почему потому что сегодня вечером то сейчас я иду в магазин это у меня есть на этой неделе единственный день когда я могу спокойно походить по магазинам а потом я забираю детей и вечером я делаю уроки так что вечером я уже ничего не успею покажу покупки сегодня у меня по плану вечером английские математика русские чтения а еще окружающий мир так что да я учусь во втором классе поэтому вечером и делать уроки второй раз во втором классе до чего хочу сказать по поводу комментариев на ю тубе как вы знаете уже многие блогеры об этом говорили 10 числа 10 декабря вступил в силу там какой-то закон на ю тубе по поводу детей по поводу детских видео и тому подобное и я так понимаю что связи с этим происходит какие-то проверки на ю тубе и в общем какие-то не то чтобы глюки но и мне кажется это все связано с этим законом и с этими проверками и так далее и сейчас да есть проблема с комментариями есть проблема в том что они у меня не сразу видны лично мне это первое второе они у меня очень много даже обычных комментариев то есть из серии там мой был комментарий мне девушка оставляла что покупала на что есть на озоне там где-то орешница другая девушка тоже мне там что-то писала ну то есть такие нет никаких нематных слов никаких вообще слов которым можно придраться они меня почему-то попадают в папку спам очень многие ваши комментарии попадают сейчас папку спам то что вы не переживайте я и все комментарии вижу полностью их вижу и я естественно их одобриваю и они будут опубликованы под моими видео но вот такая вот история есть общем поскакала я в магазин возьму вас с собой и так решила я еще зайти магазин инсити померить несколько нарядов думала может быть что-то мне приклянется на новый год есть коврик в примерочные тоже радует и выбрала вот такое платье на самом деле на вешалке она так классно смотрелось вообще она висела знаете не внутри с торца скажем так вешалки такая ткань переливающиеся как-то называется с люрексом до небольшим и на вешалке под просто было супер отдела но нет нет для меня это вообще как я не знаю тряпка просто это вот как раз таки тот случай что не всегда то что симпатично на вешалке в итоге симпатично где-то на вас конечно можно какой-то поясок сюда придумать это кстати 42 размер то есть на мой взгляд она мне очень очень большое вот можно конечно сюда повторюсь какой-то поясок придумать как-то все это обыграть но само платье нет мне вообще она не понравилась видите 42 размер и стоило но в со скидкой 1799 рублей там еще кстати проходила какая-то акция так поняла типа покупаете две вещи третий в подарок или что-то в этом духе видео такая классная ткань которую так красиво блестит на мой взгляд но нет сам фасон нет следующее платье на самом деле есть бы я работала в офисе если бы но уходила бы на работу да я бы обязательно его себе приобрела потому что само платье мне очень сильно понравилось она у меня плохо застегнулась в области талии потому что там была такая штучка вы знаете чтобы не украли в общем такая черная я думаю вы понимаете о чем я говорю вот и само платье она просто на мой взгляд очень классная мы сделано из такого материала как костюмная да этот еще материал называется такой тонкий при этом очень очень комфортно слегка тянется видите такое как вот обычно брюки из такой ткани или какие-то пиджаки шьют и мне кажется вот в офис сверху либо кардиганы это поле такой расслабленной стиле либо какой-то жакет или пиджачок и это уже более такое совсем деловой скажем так стиль но платье мне это очень понравилось единственное так как я не хожу в офис то я его конечно не купила потому что для меня это слишком такой офисный вариант на самом деле платье стоило 2 999 здесь я почему-то плохо засняла цену вот видите вот такая вот у него классная ткань следующий наряд который на самом деле мне очень сильно понравился на лето мне кажется было бы вообще идеально с какими-то кедами но сейчас я не готова покупать что-то на лето потому что у меня такое бывает я могу купить потом мне разонравится и в итоге не буду носить но само платье вот такой вариант даже такой фасон мне на самом деле очень понравился единственное что я бы заменила все-таки здесь поясок потому что он как-то скручивается непонятно на талии хотя может быть если его отпарить и гладить то будет нормально это у меня помню 44 размер и мне кажется ну вот прямо классно села кстати предыдущее серое платье было в 44 размере какими-то кедами кроссовками мне кажется вообще летом очень классно мне очень понравилась ткань здесь такая она достаточно плотная карманы это настоящие не обманки чем это платье мне приглянулась но опять же я повторюсь я не готова сейчас покупать летние вещи тем более я вообще шла за каким-то новогодним нарядом а по итогу вот видите вот такой вот платьица мне приглянулась она кстати тоже было на скидках и стоило она 999 рублей да вот 44 размер я взяла видите у него еще идет как потайная застежка да это по-моему называется вот по всей полностью длине что мне на самом деле тоже очень понравилось видите такая ткань она как бы такая как типа шелк но понятное дело что это не шелк но она очень плотная не просвечивает при этом приятная к телу то есть само качество ткань магазине нсити мне на самом деле очень сильно понравилось ну и дальше я пошла гулять и конечно же зашла в магазин леонардов который собиралась зайти тут на самом деле столько всего для рукоделия единственное что это совсем даже не бюджетный магазин то есть эти какие-то наклеечки там восемьдесят три рубля но как бы мне кажется это достаточно дороговато даже какие-то простые вот такие вещи которые можно купить в том же fix price и здесь достаточно такие но на мой взгляд достаточно дорого но магазин огромный и здесь столько всего интересного такой огромный полет фантазии вообще просто видите здесь такие заготовки для различных елочных игрушек но все это на самом деле выйдет совсем даже не бюджетно единственное что конечно сделать что-то своими руками это здорово такие звездочки кстати я видела по моему fix price и здесь они 150 рублей стоит еще нужно придумать что-то к ним то есть еще еще дополнительные затраты ну конечно же куда же я без топора это все мои мальчики на меня влияют но на самом деле я в этом магазине просто зависла столько всего интересного столько всего классного и вот кстати шары которые говорила для ту и я бы хотела повесить на нее но здесь заготовки видите по 150 по 130 рублей плюс еще сам декор этих шаров вот достаточно дорого обойдется это салфетки кстати для декупажа насколько я поняла и мне очень понравилось здесь заготовки стеклянные для вот видите стеклянные заготовки написано для какого-то декор особенно мне понравились вот эти но у меня и скажем так не было никаких идей на самом деле как можно украсить и вот эти вот веточки всякие разные для композиции новогодних на мой взгляд здесь достаточно дорого 118 127 рублей вот такие шишки еще ну я еще забрела до другой магазин видите вот так вот можно украсить изготовки общем то тоже такие различные новогодние композиции сделаны очень так ну подымает настроение когда гуляешь по магазину и видишь различные новогодние игрушки различные какие-то изделия новогодние это классно но здесь я уже зашла магазин голомар на самом деле в голомарсе мало очень чего есть для нового года в основном какие-то игрушки привезли я так понимаю на подарки вот но такого прям новогоднего для декора здесь совсем практически ничего нет ну что приехали приехали мы домой я забрала деток своих еще заскочила магазин пятерочка не очень люблю я сейчас на этот магазин вот но заскочила быстренько самом деле у нас закончились фрукты и хлеб булка но в общем как всегда делаешь маленькое молоко два сока взяла вот такой хлеб и вот такой батон не знаю такие не пробовала вот такой кусочек сыра колбаску венскую взяла еще увидела там было на скидке вот такой карбонат славянский морскую капусту кстати я люблю морскую капусту взяла так здесь дела немножко помидорчиков взвешиваю там на кассе поэтому не знаю насколько у меня вышло один огурчик немножко мандарин и яблочки они помпа 8 чем-то рублей были за килограмма мандарины помпу 50 рублей были десяток яиц здесь корму готов закончился взяла взяла вот такие наггетсы они тоже были со скидкой брошу морозильник чтобы у меня были и дети у меня еще взяли вот такие конфетки и лимонад который куда-то уже утащили вот и вот показываю чек сразу покажу вам еще был вот этот корм на скидке в общем на 1442 рубля у нас получилось ну и теперь я буду готовить ужин я потушила это именно тушеные овощи все что я замораживала этим летом здесь у меня баклажаны помидоры перец в моем случае это ласточка лук все это я добавила немножко томатной пасты различные специи зелень тоже которая у меня была заморожена у заморожен лук и петрушка в общем все сюда добавила немножко водички томатной пасты специи и все это потушила и на самом деле вот такой такие овощи тушеные очень любят у меня муж и я тоже с удовольствием хотя они на мой взгляд не очень аппетитно выглядят но получается достаточно вкусно ну а на гарнир я в этот раз сварила булгур варю я его он так как написано на упаковке и тогда он получается прям такой рассыпчатый они кашей варить его вот как написано на упаковке нужно начале стакан булгура обжарить на растительном масле затем добавить два стакана воды посолить довести до кипения накрыть крышкой пока не выкипит вся вода ну конечно же быстренько бросила в духовку ножки курочки детки у меня едят одну напополам так что это нам на ужин просто обмазываю специями при температуре 180 градусов где-то у меня 40-50 минут в духовке стоит и получается очень вкусно и вот такой вот ужин у нас получается то я на самом деле показываю тарелочку мужа я ела все то же самое только без булгура сверху вот на овощи посыпать или ножки получается более или менее такой аппетитный вид хотя на самом деле овощи получаются очень вкусные поэтому если нет зелени и так мы тоже с удовольствием кушаем ну что я теперь покажу покупки свои в голомарте потому что я заходила голомар фикс прайс я уже не успела как всегда уже висла в торговом центре значит купила я во первых вот такие формочки для печенья хотела какие-то новогодние но тут но их не было тут видите только звездочка вот такие набор для печенья здесь мишка цветочек бабочка и звездочка но будем звездочки тогда делать и мишек будем делать с мальчишками вот такие вот металлические давайте сразу будут по ценам говорить пакет тоже пришлось купить и вот набор формочек стоил 65 рублей также взяла вот такой коврик в раковину у меня раковина черная но там не было больше никаких я кладу коврик в раковину напишите вы кладете или нет просто потому что у меня могут побиться тарелки точнее мои могут побить поэтому я взяла вот такой я всегда кстати беру коврики вот этот коврик у нас получается стоил 59 рублей и взяла два таких шпагатом один из них это вот такой обычный самый простой он знаете в каком отделе в отделе где прищепки где вот вешалки всякие всякое такое вот такой это у меня пойдет на украшение кстати вот этим шпагатом можно красиво украшать подарки в том числе так что мете виду и еще взяла вот такой схватила какой был ведь он даже помятый последний там такой лежал вот такой цветной вот был бы красненький было бы классно красный белый бы им с удовольствием взяла на был такой серенький я думаю возьму пусть у меня будет тем более они там совсем недорогие этот большой стоил 9750 а маленький 39 рублей ну что мы уже будем делать уроки вот в леонардо я ничего не купила почему потому что она во первых там не было того что мне нужно но я уже знаю где мне это купить надо будет туда доехать быстренько в том числе и фикс прайсе кстати я видела то что мне нужно в общем потом вам покажу вот но мне очень понравились вот эти вот стеклянные заготовки девочки это вообще круто просто можно же одну купить и просто допустим поставить на стол или куда-то да там на комод на какой-то и просто менять то что внутри да там весна осень и так далее мне очень понравилась идея вот этих стеклянных заготовок и по сравнению с обычными вазами получается они дешевле хотя сам магазин леонардо не дешевый то есть сделать своими руками те же игрушки и сэкономить не получится выйдет еще дороже чем просто купить вот но с другой стороны это то что вы делаете своими руками не может быть это даже и здорово но там много всего там просто можно зайти мне кажется туда и просто полдня там про про вообще пробыть столько всего интересного ну мне вообще понравился этот магазинчик весна что на мой взгляд мне кажется можно где-то подешевле все это раздобыть ну да ладно вот так вот я можно сказать правило сегодняшний день сейчас будем делать уроки ну потом уже ложится спать потому что уже вечер не да вот часть уроков у меня же сынок делал пока я готовила ужин но надо доделать а по поводу новогоднего наряда я короче все мне надоело уже все меня все бесит я согласна с вами надо было заказывать мне сайта может быть шин мне многие говорили с алиэкспресс да но надо было заказывать и думать об этом надо было раньше а не как я до середины декабря ой ну в общем короче я решила что если что я просто куплю себе новое нижнее белье потому что я все-таки считаю что новый год нужно встречать хотя бы в одной новой вещи или носки новой да вот и замечательно встречу себе новый год старом платье вот так вот так что да в общем на сегодня буду с вами прощаться и надеюсь вам понравилось такое видео но был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии я их все вижу всех люблю целую до новых встреч